Ремонт это очень здорово. Особенно ремонт дорог. Силами Южно-Урал Автобана за счет налогоплательщиков и под контролем Единой России, а не силами Единой России. Баловая партия другая, просто бабки выстырили. Что сейчас ремонтируется? Сейчас ремонтируется улица Ленинградская. Здесь располагается магазин строительных материалов Бригадир, вместе с которым мы завершили наш ремонт. И только благодаря тому, что он есть, ремонт получился высококачественным, дорогим, ну в смысле выглядящим дорого, и обошедшимся недорого. Теперь все девушки, которые хотят своего супруга заставить сделать ремонт, это все-таки сделать возможно. Достаточно сходить в роддом, родить ребенка, и тут деваться не приходится никуда. Только вы ему объясните, что ремонт надо делать вместе с Бригадиром. И тогда, комбинируя различные материалы, можно сделать все достаточно дешево. Что мы сегодня будем вам показывать? Мы вам покажем несколько видов материалов. Это будут как китайские, так российские, так и немецкие материалы. Но в Бригадире цены-то не накручиваются. И поэтому, даже невзирая на то, что здесь конец перекопанной дороги, сюда приезжать очень выгодно. Скажите, пожалуйста, у вас временные трудности не смущают? Дорога перекопана. Да нет. Я спустился по Ленинградскому, с другой стороны. Нормально. А Бригадир как вы выбираете? Ну, хороший магазин, много выборов. Сейчас, наверное, какой-то зависит. Не самое дорогое здесь. По-моему, сейчас немножко на стройматериалах лучше сэкономить, а на продуктах питания не экономить. Ну, я согласен, да. Еще надо понимать, что в Бригадире представлены материалы всех ценовых категорий. Как очень дорогие, так и не очень дорогие. Но самое главное, что все эти материалы одинаково высокого качества. Тут даже вопросов нет. И вот тут возникает такая загвоздочка. Есть ли материалы одинакового качества? Зачем платить больше? Ну, за бренд или еще за что-то? Как только я начинал свой ремонт, мне говорили, что работать будем только родбандом. Я сказал, нет, ребята, работать будем Брузоксом. Потому что на каждом мешке сэкономленные 100 рублей, это, в общем-то, большие деньги в оконцовке получаются. И вы не думайте, что в трехкомнатную квартиру вам удастся закатать денег меньше и мешков меньше. То есть, ну, грубо говоря, 20-30 мешков умножаем. И вот эта экономия получается 2-3 тысячи. А может быть и больше. Ну, если взять уже совсем дешевый материал. Теперь, почему Брузокс? Да потому что смесь очень хорошая. Она пластичная. При этом она обладает приятным белоснежно-белым цветом. То есть, в принципе, после нее дальнейшая обработка и не нужна. Можно просто покрасить стены. При этом стена будет смотреться на все 100. Итак, стены мы выровняли. Что будем делать? Либо просто покрасим, что будет смотреться тоже хорошо. Либо наклеим обои. Обоев здесь много, но это не подавляющее большинство, как в других обоиных центрах. Ну, потому что привозить ассортимент из 1000 наименований. Это значит, 500 наименований, может быть 600, может быть 700 у вас будет висеть. Естественно, все будет покрываться за счет более ходового товара. Здесь другой подход. То есть, выбрать можно, но если вы решили покрасить стены затем уже, то есть, ну, не нравятся вам сегодня колбы и стены, завтра они будут зеленые. Потому что обои по покраску держат до 4 перекрашиваний. При этом краска моющаяся, естественная. Тут я был неприятно удивлен, потому что в другой конторе, вот, мне пришлось обоичики взять по 1300 рублев за рулончик. Здесь же, ну, для меня, для Краилы цена 700 рублев. Вот. Ну, и максимум это 1000. Но есть. Вах! Эконом-пак. Обои называются рулончик, так на всю квартирку. Так вот, получится, что все стены вам можно будет покрыть одним рулоном за 3100 рублей. Вы не подскажете, почему вы сюда пришли? Мы пришли, мы обслуживаем школу, поэтому пришли выбрать линолеум. То есть, нужен настоящий промышленный линолеум, я так понимаю, да? Да. Есть здесь выбор такого? Да. Да, и по цене можно выбрать, и по качеству. То есть, кто-то вяжет на всех углах, я спонсирую, я отдаю там один унитаз в школе. А здесь цены приемлемые для школьников, получается? Да, для школьников приемлемые. То есть, не нужна эта напыщенная, скажем так, помпезность, нужны нормальные, реальные цены? Да. Я даже вот была на оптовых рынках, на оптовых складах, посмотрела там цены, и вот здесь вот сравниваю сейчас, вот здесь цены нормальные. Да, кстати, если вы смотрите различные телевизионные шоу, как-то «Квартирный вопрос», «Дачный ответ», «Ремонт квартиры» и все остальные, бредятелые. Ребята, все это фуфло полное. В течение одной передачи отремонтировать квартиру абсолютно нереально, поэтому, ну, иллюзии не стройте и не пытайтесь соблюдать тем советам, которые вам там дают. Совет номер один. Стены сделали или потолки покрасить. Так вот, гнаться за сверхдорогими красками нет. Вообще смысла ехать кроме «Бригадира» некуда, потому что, ну, я покатался, да, есть конторы, которые продают сверхдорогую краску. Мы вам показывали не так давно этот эксперимент, что продает лакокрасочная компания, что предоставлено ей, и что там. В общем-то, вы переплачете 2-3, может быть, в 10 раз. Смысл? Смысл брать самую дешевку нет. Ох, какая там краска. И то здесь в «Бригадире» всегда найдется краска подешевле, то есть безальтернативная. Для того, чтобы дешево покрасить стены и потолки, приезжаем сюда и вот берем ореоловскую эмаль, любую. Вот. Или вот эту, замечательную «Текс». Для того, чтобы не попасть на колеровку. Можно с квартиру сделать вообще сумасшедшими цветами. Тут банальный колер, он стоит копейки какие-то. Добавляйте, микшируйте. Главное, мой вам совет. Потом просто оставьте, ну, для покраски, для докраски, простите, небольшую баночку. И тогда получится просто сумасшедшие цвета. И опять же, вы очень сильно экономите. В данном случае экономия может составлять и 20 тысяч рублей. Ну, и теперь грешки, скажем так, конкуренты. Дело в том, что большинство всей строительной продукции делается в Китае. В Китае же собираются коробочки, и там лепятся любые минования, от таркета до чего угодно. В «Бригадире» все по-честному. Есть в Китае? Да, есть. Почему нет? Ну, китайцы, знаете, ноу-хау любят. Поэтому там, где нужны две панели, берется одна китайская. Да, тут же я себя начал казнить. Потому что, оказывается, честный Китай и вот эта широкая панель, это не есть совсем дешево. То есть, цена квадрата получается 479. Естественно, я здесь и оригинальный таркет. Цена квадрата 710. Ну, это для тех, кому в УУ, но сделаю ремонт таркетом. Дело в том, что лучший производитель МДФ в Германии – это Эдгер. Никто об этом не знал, но вот мы сейчас расскажем. Вообще, что такое ламинат? Так вот ламинат – это 90% дерева и клей. То есть, никакого не пластика, а обыкновенное дерево. Вот. И вот этот Эдгер, который представлен здесь, чистая Германия. Здесь их много. Так вот, разница с Китаем – это всего 60 рублей. Но самый дешевый вариант делается, естественно, российский. И опять же, ремонт получился недешевым. Можно было его удешевить примерно на 50% по ламинату. То есть, можно было бы еще сэкономить, ну, тысяч, наверное, 20. И мы предлагаем вам завершить ваш ремонт все-таки укладкой не ламината, а линолеума. Хотя линолеум – это не дешево. Но предварительную процедуру, скажем так, общения с линолеумом можно удешевить. Допустим, абсолютно необязательно вскрывать полы. В большинстве квартир они нормальные, но выровнять их можно и не фанерой, и не ДСП. Хватит обычно ТВП. То есть, аккуратно подровняли, а потом постелили. Что-то очень интересное. Я вот выбрал себе вот такой вариант. Сюда в бригадир приехать надо обязательно его попробовать. Дело в том, что то, что уложено в моей спальне, выглядит круче любого ламината. Это таркетовское производство в Самаре. Запущенные заводы наши, отечественные. И сделаны они просто в вещь. То есть, текстурировано даже под дерево. Представьте себе, у вас целиком ровный пол, который выглядит лучше, чем любой из ламината. И такое сейчас возможно. При этом ширина вашей гостиной может быть и 6 метров. То есть, целиком ровный пол. Теперь самое главное. После того, как вы постелили такой дорогой линолеум, надавать тому, кто будет мебель заносить. Потому что пробить его, в общем, тоже достаточно легко. И тогда, тогда вы, конечно, может на бабки не попадете, но тот, кто вам собирает мебель, он куда-то испарится. Вот, действительно, самая забавная вещь, это испаряющиеся ремонтники. Поэтому ни в коем случае не давайте предоплату. Чудесное же испарение дороги, в принципе-то, никак не повлияло на работу бригадира, расположенного на улице Ленинградской в доме 34. Потому как за низкими, правильными и честными ценами у нас народ может приехать и проползти хоть куда. Потому что время включать голову пришло. Ну и теперь о глупом, дорогом и разумном, и дешевом. Глупые люди пойдут, да они не пойдут, они будут дома сидеть. Вот, и доверять своему ремонтнику, который их обманет раз 10-15. Умные люди пойдут в бригадир, все детально подсчитают. Даже невзирая на то, что здесь ремонт. Под Карла Маркс дойти 3 секунды ровно. Машину там поставили. Так вот, они посчитают и придут к выводу, как сделать дешевый ремонт. Потому что глупо сегодня брать кредит. Глупо сегодня идти в шашлычку и есть мясо по 1500 рублей за килограмм. Вы его сами можете сделать, ничуть не хуже. Глупо за одну картошку платить 30 рублей. Все это можно сделать самому. Надо просто вспомнить, что когда-то, когда не было шального времени доступного кредитования, мы все делали своими руками и жили очень достойно. Потому что, ну, выбрать-то особо было не из чего. Потом появились фирмы разные, дорогие, сверхдорогие, привозящие вам что-то, запаривающие вам. Они сейчас остались, поверьте мне. Эти полгода дали мне потрясающую информацию о том, что любой барыга, доработав меньше 1000 рублей в день с одного товара, ну, представьте себе, да, допустим, это лазерный уровень. Вот. Считает, что день пройден зря. Бригадир поступил по-другому. Здесь все по-честному. То есть, если вы можете сделать хороший ремонт, то делайте его дешевыми красками. Все будет выглядеть то же самое. Если у вас нет денег менять двери, да зачем вам это надо? Возьмите шкурку, она здесь есть, потрите ровно два дня. Затем покрасьте, они двери стояли и будут стоять. То есть, ну, давайте голову вхручать. А если вы уже голову вхручили, то вот наш путь прямой. Бригадир, улица Ленинградская, 34.